Когда и как менять лат на евро? До какого момента накопления на банковских счетах будут сохраняться в латах? Когда в магазинах будут перепрограммированы кассовые аппараты? Цены на товары надо писать сначала в евро, а потом в латах или наоборот? Это только часть вопросов, волнующих людей в преддверии перехода на евро. Чтобы получить конкретные ответы, в регионах проводятся мероприятия под названием «Евродни», и первое из них прошло в Венсполсе. Есть какие-то вопросы, которые вас волнуют? Ну, лишь бы банк не обманул нас, больше ничего меня не волнует. На моем веку уже были такие ситуации. Вы уже помните переход на рубли на латов? Да, да. Он был приятными вспоминаниями? Не очень. И сейчас это то, что пугает? Ну, сейчас как-то более спокойно к этому отношусь, я более уверена как-то в банках. Я думаю, все это не нужно. На данный период времени, да. Пока в Европе экономический кризис, у нас есть свои деньги, и они, в общем-то, ценятся. Венсполское самоуправление не скрывает, что средства для перехода на евро уже зарезервированы, а для Министерства финансов заготовили подарок – венсполскую валюту – венты. В любом уголке мира очень трудно, потому что везде существуют политические риски, правительство разваливается, рождается спекуляция. Должна быть сильная валюта. Держать свою валюту могут позволить себе крупные страны. А маленьким странам надо интегрироваться, особенно в такой ситуации, как у нас, когда лад и так был привязан к евро. Мы, по идее, и так пользовались евро, только не было такой защиты. Ни разу лад мы не девальвировали, не револьвировали. Если не собираешься ничего делать с курсом, то есть смысла нет держать лад стабильно привязанным к евро. Поэтому все балтийские страны выбрали этот путь. Второй путь – игра с курсом, как это делают Польша, Венгрия, Чехия. Там курс гуляет туда-сюда. Я не пожелал бы такой ситуации Балтии. Юрий в своем магазинчике работает уже 22 года. И хотя мероприятие Евродни проходило неподалеку, оно его не слишком заинтересовало. У вас все ясно по поводу аэро? Знаете, во-первых, меня никто не спросит, согласен ли я менять лады на евро. И кому это выгодно. Так что не очень-то ждете евро? Я не жду его. Я считаю, что это только нужно правительству, которое чем-то озабочено, которое ждет своих благ и тому подобное. Простой народ весь против. Я против евро. Я не хочу. Вам же торговля, сейчас будут какие-то перемены. Вам все ясно, как это делать? Касса, цены. Я думаю, что я ознакомлюсь, когда придет время. Цены на товары в магазинах в основном уже обозначены в двух валютах. С 1 октября к работе с новой валютой должны быть готовы все предприятия. С 1 октября обязательное требование указывать цену как в латах, так и в евро, чтобы люди привыкали к новой валюте, могли следить за изменениями, считать. Мы сегодня просто информируем о том, в какой момент все изменится, что необходимо знать об этом. Во время мероприятий, проходящих в рамках Евродней, особенно ждут предпринимателей. В регионы будут выезжать различные организации. Например, специалисты Государственного агентства страхования участвуют в Евроднях, чтобы объяснить, как правильно менять трудовые договоры, как правильно рассчитывать зарплату. Служба госдоходов и Государственное агентство занятости приглашает бухгалтеров и предпринимателей. Коммерческие банки расскажут об обмене валют. Здесь мы видим, один евро равен 70 сантимам. Это как шпаргалка для людей. Всех интересует, как это технически будет происходить. Автоматически ли деньги будут конвертированы в евро? И разные вопросы интересуют. К нам обращаются с вопросами, связанными с кассовыми аппаратами, кассовыми чеками. Какая информация должна быть указана на кассовом чеке, квитанции, билетах? По всей Латвии в рамках Евродней пройдут семинары для бухгалтеров и предпринимателей. Предусмотрены встречи с экономистами. Можно будет получить практические советы по переходу на евро. Не будем обвинять валюту, а винить надо политическое бессилие во многих государствах. И на уровне Европейского Союза в целом. Посмотрим, как выйдем из ситуации. Страны Балтии и Латвии в том числе из кризиса вышли. Мы свою работу сделали. Пусть и другие страны делают то же самое. Главное не смешивать все проблемы в одну кучу. Следующее мероприятие «Евродни» пройдет 20 сентября в Лепе. Затем о евро будут информировать жители Латгалии. Самый широкий круг специалистов во время Евродней можно будет встретить только в крупных городах. Остальным же придется довольствоваться печатной информацией, которую обещало выслать Министерство финансов. В октябре каждое домашнее хозяйство получит информацию о переходе на евро. Затем в ноябре в следующем послании можно будет ознакомиться с тем, как выглядит евро. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Марик Сумленный, Курзомское телевидение.